Я очень боюсь летать на самолётах. Я с этим работаю. Вот я боюсь просто... А страх высоты? Нет, у меня именно того, что я умру, ничего путного не сделала. Это уже было. Это проехали уже. То есть я могу спокойно летать, не думать? Это в прошлой жизни вы погибли с высоты, падая с высоты. И этот страх высоты у вас сейчас остался. Но смотрите, как это определить. Будущее, когда человек чувствует будущее, это всегда неопределённая вещь. Есть какое-то ощущение тяжёлое, но что именно произойдёт, человек не знает. Но когда человек точно чувствует, что именно произойдёт, он прямо чувствует, что он погибнет на высоте, разобьётся на самолёте. Когда чёткие и ясные ощущения есть, это идёт память с прошлых жизней. Это уже проехали, и это стопроцентный факт. Я много раз видел такие ситуации. Это человек путает прошлое с будущим. Но знаете, как это происходит примерно? Вот, допустим, человека сбила машина. Как вы думаете, на дорогу он нормально будет заходить в следующий раз, когда выздоровеет? Как он будет заходить на дорогу? Страшно будет ему идти? Вот в этом вся сложность. Ледать можно, да? Ну да, но вам будет всё равно страшно, потому что у вас есть опыт. Вы получили опыт вот этот вот тяжёлый, и он, естественно, у вас есть. Вы ничего с этим не сделаете. Здравствуйте, я бы хотела спросить... Ты такой голод, да что такое? Что случилось-то у нас? По поводу совместимости. Ну, вы видите, у вас как устроена психика. Я вчера говорил об этом на лекции, что когда люди знакомятся, женщине нужно, чтобы её внутренняя составляющая психики человеку выбрала. То есть ей нужно быть уверенным в человеке, нужно ждать. А как бы... То есть вы, другими словами, пока боитесь этих отношений, боитесь. И это так работает женская природа. То есть, поэтому вам надо просто продолжать общаться. Пока вы не почувствуете спокойно себя. А ребята всегда добиваются, они всегда, им надо быстрее. То есть, природа такая, им надо достигать цели. Мужчина достигает цели, а женщина, она... Ей надо... Она же потом должна в этих отношениях жить, а женщина именно занимается отношениями. Это их природа отношений, женская природа. И поэтому женщине очень всегда тяжело выбрать человека. И она бегает по астрологам, по всяким. Боится. Не надо бегать ни по каким по астрологам, потому что опять вас напугают. Ну, как бы... Где гарантия, что он что-нибудь вам не скажет, какую-нибудь глупость? У вас сейчас в целом идёт плохой период, связанный с личной жизнью. Он начался 4 месяца назад где-то. У вас сильная чувствительность такой, страхи, ранимость. Это пройдёт через 2 месяца у вас. Что касается совместимости, то... Я могу её рассказать всю вам, если хотите. То есть в интимной жизни у вас средняя совместимость. Связана с Луной. Совместимость с Луной — это главная в браке совместимость. Она... Выше средней, чуть выше средней. Ну, нормально. Вот. По Марсу хорошая совместимость. То есть означает, что у вас все конфликты будут легко заканчиваться. То есть у вас не будет сложности в спорах там. Вот. По Меркурию хорошая совместимость, высокая. Это означает, что вам приятно будет общаться друг с другом, дружить, разговаривать. Вот. По Солнцу совместимость слабая. И она создаёт ощущение опасности каких-то непредвиденных ситуаций, что человек вас подведёт, что он несерьёзный, что он неответственный. Вот это вот, ну, просто ощущение идёт от несовместимости по Солнцу. Вот. Эта несовместимость также вызывает у женщины независимое поведение. Она капризничает, спорит с молодым человеком. Вот. Мужчина может сомневаться в том, взять замуж или не взять. Иногда это бывает, иногда не бывает. Но такая тенденция есть. Могут быть сомнения. У вас есть сомнения? Нету, видите, всё нормально здесь, значит. По Сатурну хорошая совместимость, это значит, что вам вместе будет легко. Если по Сатурну плохая совместимость, или жильё не могут люди найти, или у них чувство усталости друг от друга возникает. У вас такого не будет. У вас нормальная совместимость по Сатурну. По Юпитеру совместимость средняя. Это означает, что у вас могут быть разные интересы в жизни. У вас свои, у него свои. Вам, ну, друг друга в интересах не всегда будет понятно, почему вот так. Вот. Ну, в целом, совместимость выше средней, если общее брать. Но на ваши отношения накладывает отпечаток то, что вы очень медленно по вашей природе привыкаете к человеку. То есть вам надо примерно 7-8 месяцев общаться, чтобы человека почувствовать, что всё нормально. А психика ваша не выдерживает такого срока. Вам надо быстрее, чтобы всё было понятно. И вот в этом и главное противоречие. Вы волнуетесь из-за того, что вы не понимаете. А чтобы вам понять, нужно время. Поэтому надо ждать, общаться. Спасибо большое. Я не вижу проблем каких-то. Я не вижу никаких проблем. Нормальный парень. Таких вообще мало встретишь. Нормальных людей таких. Ну, вот дальше, девушка, давайте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Семья моя распалась 9 лет назад. Я вот с дочкой жила. Замуж не выходила. Вы в стрессе были 3 года в тяжёлом состоянии. Вам тяжело было об этом думать даже. Ну, вот вроде бы всё пережила. И стрессы, и страхи. Что сейчас? Почему срок такой большой? А вы такой человек, вы сами знакомиться не будете. Социальная активность тоже низкая. Вот женщине, чтобы выйти замуж, надо все везде показывать себя, улыбаться, рисоваться. Вы не будете рисоваться. Вот единственный выход это, чтобы вас кто-то знакомил. Или искать отношения через сайты знакомств как-то. Ну, то есть у вас нет такого, что вот прямо человек придёт и будет с вами знакомиться. Да, он вас искать не найдёт. Человек просто так не найдёт. Нужно, чтобы кто-то знакомил. Есть скромные женщины, есть скромные мужчины. Когда их знакомят, они создают семьи. Но вы сами не будете рисоваться, нигде ходить. Есть ещё одна проблема, которую вот женщина, если она не решает, то эта проблема мешает ей создать семью. Это просто как бы железная такая проблема. Эта проблема называется, как в песне поётся. «Полюбить тебя уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо». Вот когда женщине одной становится хорошо и комфортно, а мужчина — это же всегда деструктивная сила такая, и в него надо вкладываться, тратить силы, потом привыкать к нему, заботиться. И у меня такое ощущение, что вы, ну, как бы не сильно готовы к этому. И если, допустим, вы кого-то даже встретите, не факт, что вы перешагнёте через свой комфорт и пойдёте дальше в эту вот сложную семейную жизнь для женщин. Да, так и есть. Но это правильно или это неправильно? Или это как-то поведеть надо? Это ваша жизнь. Поэтому я говорю, что вот два у вас фактора таких. Первый фактор — это то, что вы скромные, вас никто не замечает, потому что вы так себя ведёте. И второй фактор — то, что вам, вы привыкли к вам комфортно быть одной. И эти два фактора сейчас не дают возможности выйти замуж. Но это не значит, что вы не можете выйти. Если вы эти два вопроса решите, то вы сможете выйти. У вас нет такого плохого периода, там какой-то, ничего такого нет. Плохой период был, когда у вас был стресс, он закончился. А сейчас просто обстоятельства в вашей жизни вот так работают. Ничего не сделаешь. Я поняла. Всё, спасибо большое. Ну, мужчина, вы спросите. Сзади. Да? Здравствуйте, спасибо. А вопрос про личную жизнь. Вот мне 36 лет. Ну, вы садитесь, садитесь. Стоя не надо разговаривать, садитесь. Сядьте куда-нибудь. Что стоя человек не может слушать. Но когда стоит, он может только говорить. Понял. Сейчас сформулирую. Я всю жизнь жил в поиске. Ну, то есть личную жизнь, вторая там половина. Я уже могу ответить на этот вопрос. Давайте. Бывает у людей очень сильная чувствительность к недостаткам характера близкого человека. А у вас, помимо этой чувствительности, ещё очень сильное желание, чтобы в личной жизни не было никакого напряга, чтобы было всё спокойно, хорошо. И поэтому вы жёстко просто копаетесь в женщинах. Вот если чувствует что-то не так, сразу отмораживаетесь. То есть от неё сразу раз подальше. И поэтому у вас два варианта. Или первый вариант просто, ну вот, нашлась девушка хорошая, просто терпеть, скрипеть зубами, принимать. Или второй вариант, так и будет всю жизнь, вот всё время будете. То встретились, то разошлись. Ну, а как же судьба? Вот я когда искал, я не находил. Когда я расслабился, в прошлом году я не искал. Находилось на какое-то время там две девушки. Но я эту энергию сконвертировал в финансы. Я очень доволен. Прошлым годом, да? А всё-таки хочется ещё и другого счастья, чтобы... Я уже даже на бале ездил, думаю, ну а вдруг... Не надо девушек конвертировать в финансы. Девушка встретилась... Каждодневно. Девушка встретилась, надо с ней знакомиться, всё нормально. Зачем её финансы конвертируют? Вопрос в том, чтобы искать или же просто заниматься своим делом, своими делами, жить, проживать каждый день. Вот у меня в чём вопрос. Или быть в неком поиске. А вот мужчины, они всегда не слушают то, что им говорят. Это их природа. Они всегда только на основе своей жизни получают опыт. Конечно, искать. Но проблема не в том, чтобы искать или не искать. А проблема в том, что вы очень чувствительный к противоположному полу человек. Вам же встречались девушки, и то-то несёт, и то-то не-то. Ну, то есть, чувствительность высокая, понимаете? Избирательность очень высокая. И это мешает. Потому что они все одинаковые девушки. Все будут капризничать. Все будут права качать. Согласен, но просто это же моя жизнь. И я её творец. И я же выбираю. Но если меня, я не знаю, берут твои группы, извиняюсь за яички, и вешают на стену, и говорят, отныне будет так, я тут самая старшая. Я либо это ем, и у меня будут травмированные дети от скандалов, либо я иду дальше. Я выбирал вторую. Ну, вот вы можете идти дальше, до конца своих дней. Но просто вы должны понять, вы не найдёте такую женщину, которая бы в семейной жизни не устанавливала свои права. У женщины психика сильнее, чем у мужчины в несколько раз. И ни одна женщина, когда это касается отношений и вопроса, вам не будет уступать. Потому что отношения — это и есть её счастье. Она живёт ради отношений. И если что-то не так, она сразу будет капризничать, отстаивать свои права. А вы реагируете очень сильно на капризы. Вот вы как вот так сейчас образно это всё описали, так вы и реагируете, понимаете? И вот эта проблема ваша, что вы не умеете терпеть женские эмоции, вот это главная проблема для вас. То есть найти вам девушку несложно. Сложно выдержать отношения. Понимаете, вам кажется, что мне это не подходит человек. Потом следующее кажется то, что не подходит. Потом следующее, я вам все по секрету скажу, вам ни одна не подойдёт. Если вы не поймёте, что они все одинаковые в этом плане. Они все... Их надо терпеть, женщин надо терпеть. Их эмоции придётся терпеть. У вас есть один вариант? Это когда, похоже, вы уже его попробовали, этот вариант. Когда девушка очень тихая, скромная, ничего не говорит. Но здесь ещё хуже, этот вариант ещё хуже. Потому что она будет ничего не говорить, тихо, скромно себя вести, терпеть, и потом жёстко рубить и сваливать. Мои хорошие, знаете, даже если вы патриот, вы должны себя вести здесь скромно. Потому что у меня идёт лекция. Я очень уважаю патриотов. Я люблю смелых, храбрых людей. Но когда вы начинаете вот так вот уже, то так нельзя. Ну, как бы, если вы хотите поговорить, если вы хотите сказать своё мнение, это здесь исключено. Потому что я читаю лекцию, люди пришли на меня, они ждали меня целый год. Может быть, у вас какие-то другие планы здесь, цели, я не знаю, но люди пришли на лекцию, они ждали меня. Они хотят знать моё мнение. Конечно, у каждого мужчины есть своё мнение, 100%. Вот сейчас если любого мужчину спросим, скажут, я с этим согласен, с этим не согласен. Такова мужская природа. Это нормально. Ну, мой хороший. Спасибо. Вам надо просто стремиться с этим что-то сделать. Иначе можно полететь в одиночество. Сейчас идёт хороший период для того, чтобы выйти, ну, жениться. Хороший период идёт. И поэтому легко нашёлся человек. До этого, три года назад, был очень плохой период, поэтому никто не находился. Этот плохой период длился четыре года. И вы четыре года были один. А до этого тоже были у вас варианты. И сейчас они будут, эти варианты, появятся. Но я вас предупредил. Опасность, в которой вы находитесь. И вам надо учиться терпеть женский характер. Эта проблема у всех мужчин существует. Все мужчины, они имеют два варианта. Или научиться правильно, по-доброму женщиной себя вести и остаться в отношениях. Или второй вариант, передавливать женщину. Она может передавливаться какое-то время, а потом жёстко бросает. Это такой вариант тоже есть, потому что женский характер сильнее мужского. Он долго терпит и потом рубит очень жёстко. И женщине для того, чтобы даже подумать, чтобы вернуться назад, нужно полгода, как минимум. Чтобы просто в себя прийти, восстанавливаться. А мужчины эти полгода с ума сходят. Поэтому с женщинами очень опасно связываться. Ну именно так, жить-то нормально, но связываться опасно. У женщины есть одна парадоксальная черта психическая, которая даже женщине не нравится, никому не нравится, но с ней ничего не сделаешь. Если женщину передавливать, она непредсказуемо себя ведёт. Она даже может что-то сделать себе в ущерб, и вам в ущерб вместе. То есть она не будет даже смотреть на то, что ей от этого будет хуже. Она будет делать просто то, что ей хочется. Ну то есть такое психически опасное существо. Поэтому женщину вводить в психические вот такие вот сложные состояния очень опасно. Она ведёт себя непредсказуемо, жёстко, категорично. Может терпеть какое-то время, а потом начинает рубать. Но как бы вот у вас больше даже другая проблема. Вы не терпите вообще женские эмоции. Это, ну я это называю статическим напряжением. Это нехватка энергии воды в организме. И нужно плавать в бассейне. У меня методичка есть, надо её почитать и всё. Вот инструкции выполнять. Делать статические упражнения. Учиться терпению. Терпеть человека просто учиться. Счастья вам. Вот сзади женщина ещё вот. Он тоже думает, что я её не спрошу. Не, не вы, не вы. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за лекции, за знания. Мы встречаемся с молодым человеком. У меня есть сомнения. У вас-то никогда-нибудь их не было? Нет, видимо нет. Ну нормальный же человек, добрый, порядочный человек. Ну а что вам ещё надо? Вы три месяца, да, с ним встречаетесь? Шесть лет. Шесть лет уже? Да. Он рядом, что ли, где-то? Нет. А что так долго-то? Он вас замуж не зовёт? Не зовёт. Ох, это проблема. Ну, надо ему поставить на паузу его, повоспитывать немножко. Вот женщина, вы сами виноваты. Если вы позволяете всё мужчине, он вас замуж не берёт, он привыкает к этому, он думает, это так хорошо. Вот у меня всё есть, зачем за неё брать ответственность? Зачем там семью создавать, её кормить, детей там её кормить? Зачем это надо? Всё и так есть. Пришёл, понаслаждался, ушёл. Зачем вы позволяете мужчинам так жить? Это ваши проблемы, женщины. Вам же нужна семья, нужны дети. Вам вот это вот надо, вот эти постельные режимы. Вам нужна семья, дети. Ну так тогда настаивайте на своём. Бог дал женщине возможность, чтобы её любили. Настаивайте на семье, настаивайте на росписи. Зачем вы это всё позволяете? Шесть лет уже очень патовая такая ситуация, потому что постепенно любовь угасает со временем. Если люди не женятся, до какого-то срока дальше уже не надо, особо мужчине становится. Я не знаю, что вам сказать на этот счёт. Человек хороший, но вы неправильно с ним себя повели. Вам надо было настаивать на своём. Настаивать как? Просто не встречаемся, не общаемся, пока и решений не примешь. Если он вообще не принимает, но это его проблемы тогда. Можно сейчас уже так начать себя вести. Время-то идёт. Вы же сможете до 50 лет рожать, понимаете? Он-то 50 лет, мужчина может жениться, и у него будут дети, и семья нормальная. А женщина, ей надо до 35-40 лет как-то решить свои вопросы, понимаете? Хотя бы. А? Да. Разобрались с вами или нет? Да, благодарю. Давайте, как бы, на паузу ставьте и пытайтесь или туда, или сюда. Или он отваливается, или женится. Иначе одна останетесь, будете тянуть резину. Ну, давайте вы, женщина, рядом. Ну, да, да. Спасибо. Слушаю, у вас 6 лет. Садитесь, моя хорошая, садитесь. Что у вас там за трагедия-то была? Горе какое-то вы пережили. У меня все хорошо. 6 лет, как бы, у меня очень сложные были отношения с мужем. А, вот это, да? 45 лет, очень тяжелая жизнь. Но сейчас, поскольку я вас слушаю 6 лет, и у меня все нормализовалось. О, какая молодец. Как бы, знаете, благодаря вам я выстояла. Ну, кто-то же должен... Я могу только лекции читать. Живете вы. Да, и сейчас, когда истерика уже там начинается, то у меня есть двух, у меня есть лекции Тарасунова. А что за истерика-то? Ну, когда он, почему бы, там не понравился, может, начинается. Ну, ай, ну... Ну, кто-то же должен за это отличать, что у меня было 45 лет тяжелой жизни. Я для него старший сын. Вы знаете, вот то, что я вам говорила, что вот, когда мужчина все время готовит, а женщина лежит на диване, там отдыхает раз в 3 месяца. Моя хорошая, надо просто быть доброй тещей. Или свекровью. Доброй. Терпеть, прощать. Иначе вы развалите их семью. Вы хотите этого сделать? Нет, я просто испугалась. Я, во-первых, далеко еще нахожусь, и развалить наряд ли могу, потому что вообще... Можно и на расстоянии развалить. У вас сейчас такой гнев идет на нее, такое неприятное состояние, оно передается вашему сыну, и вы разрушаете сейчас их отношения. А скажите, пожалуйста, меня просто заболновало очень сильно. А у нее... У нее все нормально с психикой? А у меня вот... Меня волнует очень сильно. У них дети есть? У них дети есть? А вот дело в том, что трое детей, это второй брак у него, и вторая девочка от первого брака тоже, что-то, мне кажется, что-то не то. А третий ребенок у них маленький родился. Моя хорошая, а вы можете не трогать эту семью? Могу. Сделать так, чтобы она не развалилась? Можете? Могу. Потому что с предыдущей вы уже помогли. Они там, несомненно, не общались никогда, и я с ними не общалась. Ну, вы помогли как-то так, на расстоянии. Нет, он просто ко мне не приходил, не сказал, считал, что я все не то говорю, что по ней какая святость я говорю, какая святость, о чем я говорю, какая святость, ты что такое говоришь? Моя хорошая, давайте будем сохраним эту семью. Хорошо. Давайте не будем свекровью. Так это... Я, говорит, молюсь за свою свекровь, чтобы поменьше пила кровь. Ладно, моя хорошая. Пожалуйста, не трогайте их. Пускай живут как могут. Ну, как бы вы... Вы понимаете, вы со своей колокольни вот на все смотрите, вы не видите этой семьи. Я могу почувствовать эту семью. Я вижу, что женщина сильно вкладывается в детей. Поэтому я спросил, есть дети или нет. Она сильно вкладывается, устает. Конечно, им приходится помогать. Когда у людей трое детей, вообще нянечек берут, понимаете? Потому что там сколько детям лет? Маленький ребенок, видите, в семье. Маленький ребенок, это запар всегда. Она лежит все время на кровати. Так она не спит по ночам с ним. Вот она и лежит. Ну, естественно, может быть, помогать готовить, потому что женщина не успевает с маленьким ребенком. Так он все время с маленьким ребенком с работы приходит, она у него на руках, он готовит. Поднимите руку, женщины. Вот кто из вас все успевал с маленьким ребенком? Так у них няня дома с утра до вечера. Три человека. Так няня дома трое детей. Видите, у вас твердая позиция, направленная против этой женщины. Вот если бы вы были адекватным человеком, я бы вас послушал, если бы вы что-нибудь хорошее про нее сказали. Например, я вижу, что она ласковая жена. По-доброму, ласково себя ведет с ним. Разве не так? Ну, он все время как слуга. Дима, туда, 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 сюда, сюда. Это сделает, это сделает. И он все так, как это... Но это же его личное решение, правильно? Вот он так... Вот поэтому развалилась и первая семья. Именно поэтому, чтобы он... Ну, моя хорошая, ну, поймите, ну, это его решение. Ну, вот что я могу сделать с этим? Он так склонен, вот, бегать в предпрежку перед женой. Ну, такой человек он у вас. И помочь нечем не займем, да? Всегда можно помочь, всегда молитва помогает. Молитва. Молитва – это отношение с Богом. Бог в сердце прямо находится. И его у вас. Если вы молитесь, то Господь однозначно среагирует и будет помогать. Но ваше настроение неправильное, потому что вы не помогать хотите. У вас бунт в сердце, протест и гнев. Эти энергии разрушают отношения. Трое детей останутся без отца. Понимаете? Успокойте свой пыл. Вы сейчас греховно настроены. Вы разрушаете эту семью. И вы говорите, я не виноватая. Вот ни одна женщина ничем не виноватая. Понимаете? Вот буквально 3-4 дня назад вы совершили поступок, который уже повлиял на эту семью плохо, негативно. Вы вмешались во что-то. И вы все время не виноваты. Давайте, как бы, начинайте соображать головой. Иначе ваши внуки останутся без отца. Нет, ничего, 4-4 дня вообще не было никаких контактов ни с ними, ни с кем-то, ни с ним. Ну, подумайте, вспоминайте. Я вижу эту энергию, я это чувствую. Просто у моей младшей невестки приснился сом, что умер мой старший сын, что их младшая, вот дочка, которой его дочка, там, двое детей-то от первого брака. Четыре дня назад. Да, и она, значит, мне говорит, что вот так и так, а младший ребенок, который воспитывается у нас, и вот такой сон приснился. Ну, я в шоке. Так ничего, как бы, я не делаю, но вот... Ну, сон, это для меня как в шоке. Давайте мандаринку берите. Все, моя хорошая, успокаивайте свои нервы, не трогайте эту семью, все, успокойтесь. Все. Вы кем работаете? Я в Пенске. Ладно. Мужчина, ваш вопрос. Да? Да. Спасибо. И в дальнейшем. Ко второму, то есть, последнему, да? Ну, двойня, как... А, двойня? Двойня, да. И одного, получается, она любит, ну, как своего. Второй тоже ребенок есть, и она задает вопрос, почему к нему никаких чувств нет. Такое бывает. Такое бывает. Да, кстати. Женщина все равно не просит ребенка, даже если нет чувств. Но бывает, что к ребенку нет чувств. Такое может быть, это плохая судьба этого ребенка. Бывает плохой период у ребенка. Вот, например, у этого ребенка, он, когда рождался, он мог погибнуть, вот этот второй ребенок. То есть, он, не все однозначно было природой даже. У него до сих пор идет плохой период. Сколько сейчас лет детям? Восемь. Угу. Ребенку нужно длительное движение, нужно с ним ходить по парку, гулять. Он такой ослабленный, да? Вяленький немножко такой. Ну, волевые функции страдают. То есть, он уроки тяжело учить, там, не включается. Тот поживее второй, да? Я работаю над этим. Ну, вот это все с рождения, понимаете? И вот этот ребенок, у него так как... Знаете, есть такой веномен, если энергии праны плохо работают в организме. Ну, человек ослабленный, у него воля слабая. Тоже возникает это иногда, если идет в личную жизнь, то это дает холод в отношении. Если ребенка, допустим, длительные прогулки с ним, по 4 часа ходить раз в 6 дней, то вы этот блок на пятом психическом слое, на самом последнем пробьете, и чувства пойдут. Просто вот этот блок, он с рождения возник. Он дает ослабление волевых функций у ребенка, дает определенную холодность в отношениях, отгороженностью, он такой отгороженный, холодный, одинокий, такой неконтактабельный. Это все вот этот блок. У него не хватает энергии на отношения. И поэтому она слабо реагирует. Она не будет прямо сильно привязана к этому ребенку. Но если его включить, начать длительное движение с ним, то отношения будут лучше. Потому что он сам будет реагировать лучше на нее, и она тоже начнет реагировать. А чем я могу ему помочь, ну как отец? Только длительном движении. Спасибо. Вы должны с ним ходить, вот 4 часа за ручку, раз в 6 дней, и через 8-9 месяцев вы не узнаете свой ребенок. Вообще на данный момент у него, уже я сейчас чувствую, что есть определенные поведенческие расстройства. То есть ему тяжело сосредоточиться, тяжело учить уроки. Он не инертно воспринимает жизнь, не включается ни во что, ничем не интересуется. Это вот этот блок на пятом слое так действует. И надо с этим уже сейчас что-то делать. Хорошо? Да, спасибо. Ну вы спросите. Мы не говорили с вами еще? Сегодня нет. Не-не, вот женщина, на втором ряду. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я вашу лекцию уже слушаю больше 10 лет. Ой, мне надоело. Наверное, благодаря этому моему браку 15 лет. У вас как раз где-то чуть больше 10 лет назад был кризис в отношении. Опасность развода была. Да, было два таких периода. И самый тяжелый период был год назад. У вас очень категоричный муж такой. У него профессия достаточно такая серьезная. Он твердое слово, у него твердый характер. Должность высокая, да? Я могу сказать, что брак у нас в любви. И мы живем по правилам, по лекциям. Очень мудрая женщина. У меня такой вопрос. Не все девушки такие мудрые. И многие видят семью достойную. Хотят так же. И не хотят прикладывать к этому усилия. А, грубо говоря, забрать чужого. В умное досталось в умное. А я досталась тебе. Чего, уводят мужа? Ну, уже не уводят. Мы этот период прошли. Вы поцарапали ей глаза? Нет. А как? Ну, по-моему, я молилась за нее. Такая опасность есть? Если сильный мужчина, всегда женщина будет крутиться вокруг. У меня вопрос такой. Я бы это все преодолела. Будет крутиться, да, женщина. И я понимаю, что это может повториться. Да. Потому что у меня муж достаточно благополучный в плане духовном тоже. То есть у нас полное взаимопонимание. Но вот эти вот… Затягивает его, да? Любовь затягивает. Да? Да. А как? Я бы хотела спросить вообще. Можно как-то избежать этих… Можно. Можно. И периодов избежать нельзя. Я так не хочу. Периодов избежать нельзя, но можно избежать этих состояний. Опасности только идут от совести. Дома должен быть алтарь. Должна быть молитва. Если вы духовную среду в доме будете содержать, мужчины будет включена совесть. Совесть выключена, когда порнуха по телевизору, когда вот такой легкий стиль отношений в семье, мужчина теряется совесть. Когда женщина очень аккуратно следит за этими вещами, она старается молиться, чтобы алтарь, пищу освещает, тогда мужчина все равно будет смотреть на красивых девушек. Они же есть и никуда не денутся. Но при этом он не будет бросать жену, потому что он будет чувствовать, что она дорогой человек, хороший. И он не будет изменять. Только женщина через совесть может сохранить свою семью, сдержать эти отношения. Может только через совесть. По-другому никак. Угрозами, истериками его не поможет, только хуже будет. Он, наоборот, будет отмораживаться и все. Ну и мы выкарабкались благодаря тому, что молитвами, так скажем, вашими лекциями. Я бы хотела избежать этого. Плохие периоды можно избежать? Или они не избежат? Следующий плохой период будет через полтора года. Предыдущий был два с половиной года назад. Год назад у нас был очень тяжелый период. Не связанный с девушками. А, будет не связанный с девушками? Нет, но я был связанный с девушками год назад. Значит, это раньше началось. Потому что год назад... Где-то два с половиной года назад был плохой период. Меня напугало то, что я считала себя энергетически сильной девушкой, которая справится с любой задачей. А меня так сильно это прям вырубило и подкосило, что пришлось прям мне тяжело. Я так больше не хочу эти чувства испытывать. Я хочу жить в радости, в благости. Надо молиться за то, чтобы это не повторялось. Через полтора года опять будет плохой период. У вас периодически не возникает личная жизнь. Но он у вас поугасающе идет. То есть каждый новый такой период будет слабее предыдущего. Ну и вы это видите, что раньше было тяжелее, сейчас легче, легче. Но через полтора года не означает, что будет обязательно еще одна красавица появится. Нет, просто будет тяжелый период. А это делает сильнее семью, когда она заходит за этот период? Тяжелые периоды делают или слабее людей, или сильнее в зависимости от того, как они себя ведут. Если люди стараются, работают над собой, то они становятся крепче после тяжелых периодов. Если они ломаются, то хуже все становится. Жизнь — это борьба всегда, испытание. Поэтому надо его проходить, это испытание. Ничего не сделаешь. Спасибо. Ну давайте мандаринку. Вы у нас такая классная. Хочется вам хороших счастья. Приятно, когда люди стараются, работают над собой. Всегда очень хорошо. Ну вот девушка, вы. Благодарю вас за лекции. Я не так давно начала вас слушать год назад. И у меня были проблемы с деторождением. Я не могла изучать ребенка. Мы с мужем прожили три года. Вы начали делать вот эти все вещи, которые методические? Да, я сейчас вот в положении, но у меня все равно есть страхи. У вас все равно остается статическое напряжение. Надо в воде 31 градус два раза в неделю лежать где-то минут по 40. У вас потому что копится статическое напряжение. И оно дает беспокойство у меня. И оно в целом влияет на ситуацию. Есть легкий токсикоз. И он лечится уже ходьбой. Аккуратно просто ходить. Где-то раз в 4 дня по 2,5 часа. По 2 часа 40 минут где-то. Вот так вот ходить. Потому что на третьем психическом слое есть проблемы. Я думаю, что именно то, что тяжело было зачать, это связано с функцией матки было, с маткой было. Она только осталась. Но надо длительное движение убирать нехватку энергии в матке, чтобы она работала нормально. Токсикоза тогда не будет. А напряжение вот этого беспокойства, нарушение сна, засыпания, лечится теплой водой. 31 градус где-то. Надо минут 40 лежать. Вот так вот. 30-31, чтобы не нагреваться. Лежать, чтобы было ни жарко, ни холодно. Вот такую температуру. И ещё момент. Я работаю учителем-дефектологом. И у меня есть страхи, что либо я умру во время родов, или, допустим, ребёнок родится с нарушением какими-то. Вот если вы будете всё делать, то, что я сказал, то будет всё нормально. А сейчас, на данный момент, матка напряжена, и эти страхи оправданы. Потому что, когда матка напряжена, ребёнок в напряжении находится всё время. И надо её расслабить. Если вы будете в воде лежать, длительное движение делать, то матка расслабится буквально через две недели. И всё, и дальше всё будет нормально. Что касается страхов по поводу родов, то единственная проблема, может быть, это задержка, ну, как бы, снижение родовой деятельности у вас. Но оно решается с помощью стимуляции. Если вы будете регулярно ходить, то матка будет в тонусе достаточном, стимулироваться будет хорошо. Ну, то есть, единственная опасность у всех женщин, какая может быть, это бзик рожать на дому. Вот здесь вот я уже ничего вам не могу тогда сказать ни за, ни против. Я кучу видел случаев, когда это заканчивалось печально. Или для матери, или для ребёнка. Если вы боитесь роддома, то есть сейчас роддома с повышенной комфортностью, там, денежки скопили, заплатили там и с вами поработают, и даже в воде можно рожать, что хорошо в целом. Но, как бы, не надо это делать с кушерками на дому, где-то там, в подпорье. Понимаете, вот это такая опасность. Если вы на это пойдёте, тогда, извините, здесь уже никто вам не поможет. Потому что то, что у вас будет замедленная родовая деятельность, это уже сейчас видно. Но она решается врачами. Решается этот вопрос. Поэтому всё будет нормально у вас. Волнуйтесь. А страхи у вас природа такая. Вы пугливый человек по природе просто. Всё, боитесь. Там женщина сзади, да, тянет? Вон, чёрный. Ну, давайте с вами поговорим. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я первый раз попала к вам 12 лет назад. И это был семинар «Законы счастливой жизни». Это был очень крутой семинар. Я после этого стала инструктором по йоге, поменяла всю свою жизнь. Ну, садитесь, садитесь. И, в общем, иногда хочется найти силы, чтобы любить невежественность людей, и иногда этих сил не хватает. Меня тоже не хватает. Что я могу вам сказать? Это только Иисус Христос мог всех любить, но мы же не такие сильные. Мы иногда любим, иногда хватает, иногда не хватает. Что делать? Умереть? Что делать? У каждого человека есть свой запас. Этот запас идёт от Бога. Вот мы, если о Боге помним, то мы можем доброту сохранять очень сильно. Но всё равно не так сильно, как Господь, как апостолы, как люди, которые, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский. У каждого человека есть свой резерв. Но мы не можем иметь такой резерв, как человек, который Богом послан на эту землю. Есть люди с большим сердцем очень, они могут много вытерпеть. Но у нас ограниченные возможности. Что делать с этим? Спасибо. Это всё, что вы хотели спросить? Да. Ладно, давайте тогда, я обещал вчера поговорить, как молиться. У меня большой опыт накоплен, потому что многие люди спрашивают, есть вопросы всегда. Да, хочется, чтобы муж вернулся живым. И это, в принципе, возможно. Это возможно. Это помогает. Молитва помогает. Первое, что нужно понять, это то, что всегда опасность для жизни имеет циклическую природу. Она не постоянная. У каждого мужчины такая опасность, ну, я вот как вижу, примерно, допустим, два, три, четыре месяца нормально, потом на неделю, на две опасность для жизни. Вот женщина, в принципе, может эту опасность почувствовать. Она может почувствовать эту опасность. А как это ощущается? Два варианта. Первый вариант. Появляются психики, зажатость, чувство непреодолимой силы, которая на тебя влияет. Холод такой психический. Ощущение безысходности, ощущение, что ничего не сделаешь. Непреодолимая какая-то сила и какой холодный страх такой, может даже пот выступать. Холодный такой. Такой холодный страх такой. И чувство, как парализованное, как ее парализует психику. Это возникает только в том случае, если она вспоминает мужа. Надо вспоминать, потому что все через память идет. Если она живет своей жизнью, как бы забыла, то у нее ничего и не появится. Понимаете? Вот если такие страхи появляются, это не означает, что все теперь как бы суши весла. Это объем работы. И этот объем работы надо работать. Работа — это память о Боге. И мы нам сегодня будем на лекции об этом говорить, как с помощью памяти о Боге побеждать судьбу. И в данном случае победа означает, вот в сердце наступает спокойствие. И женщина в это время, когда вот такое приходит, такое скованное психическое состояние, чувство безысходности, траурное такое состояние, когда приходит, нужно молиться, пока оно не пройдет. Это очень важно, и в это время выкладываться. Потому что это состояние возникает не зря. Потому что между женщиной и мужчиной есть связь. Это же одна семья, одна судьба. То есть если с ним что-то происходит, она потом остается одна. Ну то есть, естественно, это ее судьба. И она может свою судьбу побеждать. Может ли женщина побеждать? Может. Потому что это ее судьба. Мужчина сражается, женщина молится. Это всегда так было и всегда так будет. Поэтому первое состояние страха, надо молиться, память, помнить о Боге. Вот жить в страхе означает, как бы, прыгать, как лягушка, в лапы к удаву. Вот. А если она помнит о Боге, молится без слез, без сожалений всяких, без соплей. Вот. Не надо ходить бабкам-гадалкам. Надо просто, можно в храм, допустим, ходить, смотреть на иконы. Просто молиться. Есть святые специальные, которые помогают именно в этих ситуациях. Там Георгий Победоносец и так далее. То есть нужно тоже таким святым молиться, настраиваться на них, чтобы была помощь. И прямо помнить о Боге. Лучше всего включать какую-то молитву, которая вас вдохновляет. И вместе с ней молиться. Если вы в храме, то в наушниках прямо стоять и молиться. Вот. Это делать, пока сердце вот так вот не успокаивается. Не проходит страх. Второе состояние, которое я впервые заметил, когда мои друзья попали в окружение, в Мариуполе. И они в конце концов вышли на русскую территорию, выехали. Но они в это время находились в полной эйфории. Они были уверены, что вообще ничего не будет. Что все будет хорошо. И вот эта вот полная эйфория, это еще хуже состояние. Потому что второй вариант состояния, в котором человек находится, когда приближается смерть, это чувство расслабухи, что все будет хорошо. И такое же состояние возникает и у женщин. Там была такая ситуация, я их отрезил. Я говорю, если вы сейчас будете так же думать, что все. Они молились, все то же самое. Но у них такое типа ля-трой-ля, все классно. Я говорю, вот вы сейчас в очень опасной ситуации находитесь. Я помолился, посмотрел, как там может быть. Увидел смерть жены своего знакомого. Пробой, но в крыше дома. То, что я увидел, как все это будет. И они прятались в подвале. Там человек 40, наверное, был. Они все в одном доме, в хорошем, где можно было защититься от прямого удара ракетного. Вот. И я их предупреждал за несколько дней до этого события, что надо сразу сейчас ехать из Мариуполя. Или, иначе все, вы окажетесь вот в этом вот замкнутом пространстве, из которого потом уже сложно будет вырваться. Но когда мы сильно помолились, у нас был рекрит. Молились все вместе, много людей. Вот. И я почувствовал, что все будет хорошо. На следующее утро они мне сообщают, что их знакомые выехали в одном направлении. Вот. И там будто бы, ну, как-то никого нет ни с той стороны, ни с этой. Никто не стреляет. Вот. И они говорят, что запланирован выезд массовый на 10 утра. Я говорю, едьте прямо сейчас. На 10 не надо ехать, потому что там не будет приятное время. Они сели, все 40 человек, и выехали. А в 10 часов расстреляли эту колонну. Вот. Я к чему это говорю? Несколько раз встречались женщины, которые говорят, а у меня, Али Геннадьевич, все хорошо с мужем. Я говорю, а когда вы это почувствовали, что у вас все хорошо? А вот недавно. Я почувствовал, так как-то расслабило меня, так все хорошо. Запомните, когда смерть приходит, это написано в Священных Писаниях, приходит к человеку, она его всегда расслабляет. Вот, допустим, у вас есть тяжело больной человек какой-то, допустим, знакомый, ваш родственник, он тяжело болеет, ему плохо. И раз, вдруг неожиданно, ему стало легче как-то. Даже он кушать начал, все, воли прошли. Это значит, что смерть пришла. Обычно в таком состоянии эйфории человек находится день-два, и потом резко, неожиданно уходит из жизни. Поэтому этот феномен существует. Поэтому он может прийти к человеку, у которого смерть пришла, или он может прийти к жене. Ну, то есть, если жена чувствует, ее расслабило, молиться не хочется за мужа, то надо молиться еще сильнее. Если она будет молиться еще сильнее, вот прямовозмогать себя, ощущение, что типа, да, все нормально, ничего страшного не будет. Если она это ощущение будет превозмогать, то дальше появится скованность, холод и страх. То есть она выходит на следующий этап, когда уже она видит объем работы, чувствует. И дальше, когда спокойствие в сердце появляется, значит, сегодня все будет хорошо. Но так как идет плохой период, завтра нахлобучит опять. То есть у нее появилось спокойствие, на следующий день опять скованность, опять молитва, пока спокойствие в сердце не появится, потом опять молитва, потом опять. И так пока не пройдет вот эта ситуация. Когда прошла, все, дальше можно жить. Молиться все равно надо каждый день, но уже не так инцессивно за близкого человека. Теперь по поводу результатов. Вот все люди, которые это делают, я ни одного случая не знаю, чтобы у человека погиб кто-то. Вот женщина молится, и это реально работает. Теперь как себя вести человеку, который там находится? Нужно сердце сдержать в состоянии доброты. Доброта не означает слабость, трусость. Там есть три состояния. Первое состояние. Человек в сердце в доброте содержит, но выполняет свой долг. Сражается, воюет, храбро себя ведет, но при этом он по-доброму относится ко всем. Второе состояние. В этом случае Бог защищает человека. Второе состояние — это когда человек чувствует, как бы надо наказать, надо наказать. Это состояние возникает, потому что убивают друзей, знакомых, и так вот эта энергия смерти выводит человека из равновесия. Когда он вышел из равновесия, надо наказать, тогда в этом случае, вот два противника стоят, у кого больше добрых дел в сердце, тот и побеждает. Понимаете? То есть Бог уже не защищает человека. Бог защищает только когда человек в молитве находится и выполняет свой долг с спокойным сердцем. Понимаете? Любовь еще защищает человека сильно. Любовь, когда он любит близких, тоже сильно защищает. Вот. Третье состояние — это ненависти. Как человек в состояние ненависти зашел, уже очень опасная ситуация. Вероятность гибели очень высокая. Поэтому ненависти сердца свое нельзя держать там. Там человек испытывается на вот эту вот силу, сердечную силу. И вот есть одна хорошая песня очень, как вот человек защищается судьбой своей, по судьбе, как он защищается в это время. Я смотрю, тут лыжка. Ну это же, война же прошла. Люди имеют огромный опыт, и поэтому есть песни, которые вот этот опыт передают, описывают. И вы знаете эту песню все. Но, может быть, вы не слушали именно с той точки зрения, как судьба защищает человека, и почему. Давайте послушаем с этой точки зрения. Вот смотрите, человек в любви живет. Как его сердце реагирует на все, как он взаимодействует со смертью. Ну как, знаю, со мной ничего не случится. Еще очень важно женщине понять, в каком состоянии она находиться должна. Есть разные психические состояния. Вот какое сильнее? Например, скорбить или радоваться внутри. Что сильнее? Радоваться. Очень важно это понять, потому что радость — это предчувствие победы. А скорбь — это предчувствие поражения. Если она ноет, ходит, сопли распускает, ничего не получится. Она не сможет. Вера означает сила душевная. Сила означает, что она... Не то, что она пляшет, танцует, понимаете, она... Это другое состояние. Радость в данном случае означает, означает, что ты смерть встречаешь с улыбкой на лице. Настоящие герои, герои бывают у женщин и мужчины, они с улыбкой на лице смерть встречают. Понимаете? Они радуются, в радости находятся. И это тоже надо знать. Женщина не должна в дрожь впадать, в холод внутренний, вот в эту печаль, плакать. Это все очень неблагоприятно. Благоприятно — это когда она сердце содержит в силе. Сильное сердце. Давайте еще одну древнюю такую песенку послушаем. Об этом тоже, об этом. Потому что войны бывают, и люди копят опыт. Они пытаются понять, как себя вести, что делать. Храбрость означает сила, сердечная сила. Это состояние радости внутренней. Это древние слова. Вот допустим, У-РА. У-РА означает Солнце вверх. У — это знак вверх. А РА — это Солнце. У-РА — это Солнце вверх. Означает благоприятно, когда Солнце поднимается, возникает радость у человека, поднимается настроение, Солнце садится, такое становится слабым. У-РА означает радость. Означает восстань, воспрянь, будь сильным, радуйся. Вот дальше. РА — дасть. РА означает Солнце, дасть означает дарить. Дари Солнце, радуйся. Солнце означает победа. Поэтому радостное состояние — состояние победителя. Он смело, храбро, радостно смотрит вперёд. И по-доброму. По-доброму означает нет ненависти, нет злобы. Потому что злоба — это первый шаг выхода из равновесия, а ненависть — это второй уже шаг. И когда второй шаг произошёл, уже человек вообще себя не контролирует. Может вылезти из окопа, побежать. Ну, то есть всё, у него уже нет возможности защитить свою жизнь. Попадает в лапу судьбы таким образом. Состояние. Солнце означает победа. Знак поражения — это затмение солнечное. Мы знаем даже там про вещего Олега вот эта история, как затмение произошло и произошло поражение. Поэтому радость, ура, означает бодрое внутреннее, сильное состояние, радостное. Не означает танцевать и плясать, означает сила духа. Вот. Теперь по поводу женщин. Думать, что женщины слабые — это полная чушь и глупость. Потому что есть два вида силы. Есть сила действия и есть сила благословения. Женщина обладает силой благословляющей, а мужчина обладает силой действующей. Вот, допустим, взять бедную семью. Любая бедная семья. Женщина пилит мужа. Она его благословляет? Нет. Он будет богатым? Вы мужа пилите? Нет. Никакого случая. Вот и всё. Вот ответ на вопрос. Ну, то есть, если а тупили такой результат, то есть, можно мужа проклинать, а можно его благословлять. Если женщина всегда его благословляет, означает вдохновляет, радует его, значит, тогда у него будет успех на работе, потому что она по своей судьбе имеет право быть богатой. Но она, женщина же, может иметь маленьких детей. Как она будет богатой, если она не работает? Как это сделать? Вот по судьбе ей положено, как это сделать судьба? Она, это действует её силой. И эта сила называется вдохновляющей силой. Это не проклинающий, вот там у других музея лебёдушки, у меня бедоносец. Видели фильм «Любовь и годы»? Посмотрите, как можно мужиков гробить. Сначала мама угробила свою пенчугу и сделала. Потом дальше дочка. Вот и весь фильм. И вот они там постоянно их пилили, мужиков своих. Поэтому благословляющая сила от женщины идёт. Или проклинающая. Поэтому с женщиной связываться опасно. И мы знаем, как это бывает. Почитайте историю про Зою Космодемьянскую. Знаете историю она была партизанкой и попала в плен. Её публично решили кобзнить. То есть при всех вывели людей, крестьян в деревне и солдат вывели. Она женщина благословляющая и проклинающая силы. В священном писании говорится, женщин вообще не надо трогать. в плане убивать там их. Это очень опасно для судьбы. Женщине вообще не надо связываться. Вот. И взяли её и решили повесить публично при всех. Но она взяла и сказала им вы все за это ответите. И потом когда её повесили то Сталин издал указ вот всю эту вычислили там подразделение воинское которое это сделало. Их потом специально всех искали и убивали всех до одного. Никто к концу войны жив не остался. Всё это плен не брали. Вот этих всех людей поперестреляли. Всех до одного. Это исторический факт. Так действует женская сила. Женщинами нельзя связываться. И женская сила только бывает только в том случае если женщина занимает сильную позицию. Это означает верить молиться не сдаваться психически не не падать духом. Кто вот кто две женщины кто вопросы задавал. Одна вот там да вторая еще насчет близких кто еще а вы да спрашивали и еще одна да но вас я сказал да когда еще одна кто женщина еще просто я скажу когда опасные периоды будут у мужа о о Субтитры создавал DimaTorzok